Зимняя рыбалка Что заставляет людей идти на лед? Что заставляет часами сидеть на холоде и медитировать над маленьким отверстием во льду? Давайте попробуем разобраться Здравствуйте, я Александр Кочкин и это программа на показ Так сложилось, что я не рыбак, но есть в жизни другие интересы Но пришло время и я хочу узнать, в чем же прелесть зимней рыбалки Ну не пойдешь же на лед в дубленки и в сапогах А экипироваться мне поможет магазин страсти и снасти Пойдемте О, колокольчик Здравствуйте 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 Добрый день Подбирайте подарки друзьям Ну это, кстати, тоже выход Нет, вы знаете, мне нужно подобрать полный комплект для зимней рыбалки Я не рыбак и поэтому в этом ничего не понимаю Сможете помочь? Да, конечно Замечательно, с чего можно начать? Ну, начнем с удочек Вариантов удочек очень много Есть готовая, оснащенная самоделка То есть здесь идет пенопластовая ручка Она удобна тем, что зимой она не замерзает и руки не мерзнут Это уже чисто заводская рыбалка Можно подборочек сделать? Пожалуйста Это удочки для рыбалки на какую рыбу, может быть, там, глубину? Это уконь-сорожка Уконь-сорожка? Да А если я хочу, предположим, поймать омуля? Есть вот такой вариант Видите, удлиненная То есть здесь очень жесткая И идет с катушкой Вариант с катушкой То есть это на глубинную рыбалку То есть от 15 и выше Ну вот эта удочка меня устраивает Нам не нравится Давайте попробуем ее оснастить дальше Что дальше? Так, давайте подберем леску Лески разные, диаметры разные Нагрузки у всех разные То есть толщина лески зависит от того, какую рыбу я могу поймать Да Хочу-то, естественно, килограмм на 50, а что попадется? То есть вот это вот идет специальная зимняя леска, 20 метров здесь И у нее нагрузка намного больше, чем у обычной лески Ну что-то среднее, это какой примерно вес? 0,2 Это вот здесь идет 10 килограмм От 5 до 10 килограмм Вот и хорошо А они все одноцветные, эти лески? Нет, цвета разные Это зависит от водоема, куда вы едете И от производителя лески Ага Ну зимой какая предпочтительная? В наших водоемах Зимой белая, либо зелененькая Леску подобрали, дальше что? К этой удочке нужно будет еще кивочек Кивки у нас разные То есть по жесткости они отличаются То есть вот вы можете поставить Вот этот регулирующий То есть чем дальше, тем мягче кивок Чем она более чувствительна Да, тем более чувствительна Чем ближе, тем жестче Я правильно понимаю, что все вот эти крючки и мармышки Это расходный материал? А если же цепь его ожарет, то нужно отрезать И потом уже привязывать что-то новое А сколько мне нужно иметь на сезон вот этого всего чуда? Ну для начала от 15 до 20 Вам достаточно будет И наверное они должны быть разного цвета Да, они должны быть разного цвета, разной формы Потому что вы будете пробовать на льду Вы будете каждую мармышку То есть у каждого рыбака какие-то свои секреты Как правильно, на какую рыбу, какая мармышка у него Как правильно оснастить у бочку Правильно, хорошо, я понял Столько нюансов знаете, сами-то рыбачите? Да А ребята об этом знают? Нет Понятно А если лунка вдруг затянется льдом, есть какие-то приспособления? Для этого есть специальные черпаки Черпаки? Да Ух ты, интересно То есть рукой вы не будете вытаскивать лед из лунки Отлично, уже хорошо Да, для этого есть разные вариации Итак, а чем же мы все-таки будем бурить? Есть ручные буры Есть мото-буры Американское производство И есть электрические буры На чем работают мото-буры? Бензин и масло АИ-92 Это мото Ну, насколько я помню Тесть у меня ходил с ручным У вас ручные есть? Хорошо Пойдемте посмотрим Так, есть российские буры Барнаульский тонар То есть они У них шнек короткий Ножи прямые Видите, у них шнек А это хорошо или плохо? То есть для вот этого Для вот этой модели Вам нужно будет удлинитель То есть удлинять, чтобы Потому что шнек короткий И бурение будет Не очень комфортно Да, не очень комфортно А есть шведский Есть шведский ледобур У него сферические ножи Полукруглые Шнек удлиненный И еще телескопическая ручка А, еще и можно То есть не нужно делать Вот этих вот удлинителей Да, вот этих удлинителей Бурение льда здесь намного легче Чем на наших российских бурах Я смотрю, у них и шаг больше Да, пошире Ага, понятно Хорошо Вы мне рассказали все, что мне нужно взять Сейчас мы все это подберем А во что мне это все дело положить? Есть специальный ящик Российского производства То есть он морозоустойчивый Нагрузку выдерживает до 130 кг В комплект входит Кармашек Перегородка И столик Это все справится по бокам Верхняя часть уже для мелочевки То есть вот удочку нужно положить сюда Удочку вы можете свою положить сюда Черпак вы можете положить внутрь, если у вас длинная ручка То есть мелочь, вот мушки, вы можете положить все сюда То есть рыба у меня будет уже лежать там? Рыба уже будет лежать там Улов Да, это улов Ваши ловы лежат Я понял Хорошо А дырочки там есть для того, чтобы если там вода осталась? В самом ящике нет В самом ящике нет То есть он герметичный? Да, он герметичный Плюс сверху, я смотрю, есть пеночка, да? Специальная, на которую вы садитесь Существуют какие-то у вас акции, скидки? Да, у нас есть дисконтные карты Она приобретается за 50 рублей Она накопительная от 3 до 10% В день рождения скидка 20% Замечательно То есть я еще могу и сэкономить? Да Хорошо Спасибо вам большое Саша, теперь бы одессу В этом же не пойдешь на лед Пройдите, пожалуйста, к Кате Она вам все подберет Спасибо большое Вам спасибо большое Здравствуйте, Катя Здравствуйте Мне сказали, что вы можете помочь одессу для зимней рыбалки Конечно, могу Тогда начнем с термобиле Пойдемте Пойдемте У нас есть американская фирма Терамар Термобиле Она создана специально для рыбалки Очень теплая И создана для низкой и средней активности Флисовая Флис, он хорошо отводит влагу Можете потрогать, она очень теплая Очень мягкая Да Мне обычно флисы попадались более жесткие А такое тоненькое, оно достаточно? Ну, тоненькое, оно больше подходит для спортсменов Те, кто активными движениями занимается Брюки покупаются отдельно? Да Хотите просто брюки купите Хотите полностью комплект Хорошо, понятно Ну, полностью комплект, то есть, вот две коробки? Да Хорошо Так, с нижним разобрались Дальше что? Ну, также второй слой Это у нас есть вот такой полукомбинезон из полу-артека Также к нему есть курточка Хорошо, а полу-артек это что за материал такой? Полу-артек это разновидность флиса Он очень теплый Эффективно сохраняет тепло И блокирует от ветра А нижний слой полу-артека Он очень мягкий И отводит лишнюю влагу от тела Так, брюки понятно А могут быть просто флисовые брюки? Я смотрю у вас там Да, есть брюки также из винблока Винблок это непродуваемые? Да И просто флисовые Флис, он очень хорошо отводит влагу А вот эта куртка, она вроде совсем тоненькая А она спасет меня при минус сорока? Вы имеете ввиду нофин? Да Да, она создана температурный режим у меня минус тридцать два Минус тридцать два? Да, она на холофиле Которая очень хорошо сохраняет тепло И дышащая ветровлагозащитная мембрана Я понял, что... А для экстремальных морозов Это вот уже куртки Аляска Фирма Баск Ну, я насколько понимаю Фирма Баск это та фирма Которая поставляет снаряжение Для профессиональных туристов, да? Да А, понятно То есть, те люди, которые лезут на Эверест Либо занимаются парусным спортом Они одеваются именно там Да, у них очень много моделей Созданы для разных спортсменов Теперь дальше Обувь Где у нас обувь? Там? Да, там Пойдемте смотреть обувь В нашем магазине Очень большой выбор обуви Это есть российская фирма Хаски Архар Тоже российская фирма У них температурный режим Минус 40 Норфин Латвийская обувь Минус 50 И есть также российские Санкт-Петербургские Из полиуретана Сапоги Есть Минус 25 Минус 60 Тоже очень теплые И со шипами И без шипов И самые теплые Это канадская фирма Баффин У них температурный режим Минус 100 Минус 70 Идет с 8-слойным Вставным чулком То есть это вот Какое-то вот такое вот, да? Да, это именно от баффинов Здесь получается Плюш Чтобы было приятно Ноге Фольга И там Много разных слоев Выполняющих Каждую свою функцию Амортизацию Сохранение тепла Удержание влаги И паропроницаемость А насколько они тяжелые? Ну мы с вами прекрасно понимаем Что от машины до лунки Наверное Нужно будет пройти Какое-то расстояние Насколько это тяжело Делать в них? Ну у них В них очень легко ходить Как бы Так они тяжелые Но ходить в них легко У них очень удобный Протектор Не скользящий И поэтому Мне кажется Дойти Довольно-таки Но если вы собираетесь Пройти большое расстояние Тогда вот эта вот Модель самая лучшая Она легкая И создана для ходьбы Можно попробовать? Да На самом деле Выглядит они просто луноходами На самом деле На ноге Они как Кроссовки Чувствуются Здорово На голову Можно надеть Шапочки Есть Из тинсулейта Тинсулейт Это тоже разновидность Флиса Он очень хорошо Сохраняет тепло И С очень хорошей Паропроницаемостью Фирма Баск На гусином пуху Есть наши Российские Шапочки Это Ветровлагозащитная Мембрана И у них есть Масочка Для лица Теперь что На руки Одеть Недавно колол дрова Отморозил себе палец Дырка была В перчатках Что вы можете Предложить Для рыбака Для рыбака Самые удобные Вот Перчатки Без пальчиков Но если вы говорите Что у вас мерзнут пальчики Я могу вам предложить Перчатки Без пальчиков Но У них Закрывается Клапан То есть Если у вас пальчики Замерзли Вы клапан Закрыли И согрели Свои ручки На льду я видел Люди сидят В каких-то палатках Сейчас самые распространенные Палатки Кубовидные То есть В них очень удобно сидеть Нежели в форме В которой иглу там надо загинаться Здесь можно встать Ну не в полный рост Есть и большие палатки В полный рост Есть двух Трех Четырех Местные Фирма Из скима У нее ткань идет очень плотно С большой защитой от ветра Но фирма Хигаш Она хороша тем Что Палатка светлая И внутри мне Светло сидеть То есть Если мне нужна Палатка на одного То Мне достаточно Будет вот такой Кать А что входит В комплектацию Этой палатки Во-первых Эта палатка Бывает двух видов Утепленной И не утепленной В комплектацию Входит в вертыши Для крепления К льду Спасибо большое Теперь пойдемте Соберем то Что я хочу купить И будем выдвигаться на лед Хорошо Пойдемте Ну вот Теперь я полностью Экипирован И готов к приключениям До встречи на льду